Вкусство владения острые заточенные шашки. Большое внимание уделяется технике безопасности. Обязательно соблюдается дистанция, чтобы никто близко не подходил. Для того, чтобы продемонстрировать свою меткость, ловкость, точность движений, применяются различные виды мишеней. Мы рубим бутылки, лазу, подвешенные бутылки, яблоки, лазу под шапкой, подвешенный канат и множество других вариантов. Существует. Сейчас проходит четвертая, готовится к прохождению, четвертая номинация нашего сегодняшнего турнира, а именно начинающие мужчины. Уже прошла мастерская категория среди мужчин, женская категория и юниорская, кадетская категория. Сейчас вы увидите буквально через несколько минут, как начнутся наши соревнования. Спортсмены будут рубить бутылку на стойке, колоть бутылку на стойке, рубить мишень, лазу, вертикально стоящую на специальной стойке, лазу под шапкой, провешенную бутылку и вывешенный канат. Большая, большая цифровая. Без сложных мишеней. Так, Клюев, первая. Игнатьев, Михаил готовится. Большая, большая цифровая. Большая, большая цифровая. Большая, 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 больш В России несколько лет назад создана федерация рубки шашкой Она называется Казарла Она объединяет любителей рубки шашкой и фланкировки со всей страны Множество клубов, десятки школ находятся в разных городах России И участвовать в них могут не только казаки, регистровые, могут участвовать все желающие Так что и мужчины, и женщины, и подростки с 12 лет могут принимать участие в таких соревнованиях Тренировки проходят очень увлекательно Примерно за одну тренировку мы иставляем где-то бутылок 200-300 Лозы штук 100, регулярно ездим за ней в лес Ну это так, шуточки, а на самом деле это очень даже непростое занятие Для того, чтобы точно, правильно попасть и срубить мишень таким образом, чтобы она осталась стоять на стойке Это непростая задача Важно соблюдать угол атаки, скорость Правильно предугадать, как пойдет ваша рука и шашка в удар Вы сейчас увидите несколько различных упражнений, которые будут выполнять наши начинающие мужчины Итак, Алексей Клюев, школа рубки шашкой Стародубского казачьего полка, город Москва, к мишеням Три зачетных удара Давайте поаплодируем Алексею Удары засчитываются до момента, когда спортсмен промахнется, либо будет неразомкнутое кольцо Что значит разомкнутое и неразомкнутое кольцо, о чем я говорю? Вот взгляните, это обрубочек мишени На ней очень четко видно, что есть замкнутое кольцо Если бы оно было разомкнутое, то такой руб бы не защитился Соответственно считаются дочки Сколько рубок человек может сделать по одной мишени Вот сейчас у девушки выступают Одна из девушек нарубила 10 рубящих ударов по одной бутылке подряд Еще важным моментом является то, что за счет этих ударов, когда остаток бутылки остается стоять на стойке Если бутылка или ее донышко улетает, то такой руб не защитывается Сейчас мы увидим колющий удар Пеший колющий удар, так называемый, с последствием на расстояние двух метров от мишени И должен из стойки проколоть бутылку насквозь, так что мы кончим с другой стороны Это сложно, я вам скажу попасть в бутылку, она же круглая, шашка изогнутая Бывает, что спортсмены не попадают И сейчас второй тип угола, который вы увидите, так называемый конный Представим себе, что спортсмен скачет на коне И нужно поразить мишень, которая находится слева от него Ну, сейчас мы видели два промаха 15 рубов до метки, аплодисменты Великолепный результат продемонстрировал спортсмен Нужно было нанести как можно больше рубящих ударов на метки Следующая мишень, желто-синяя метки на расстоянии 5 сантиметров друг от друга Необходимо попасть между метками, не задев скотчем Следующая мишень была лоза под шапкой Но вы видите, что шапка упала с лозы, такой руб не защитывается Провешенную бутылку можно срубить 2 или 3 раза Но был один результативный руб Сейчас будет рубка каната по меткам Судья оценивает, что все было правильно Спортсмен переходит на другую сторону для того, чтобы рубить налево Но попадает выше, чем две метки Соответственно, один зачетный руб Игнатьев Михаил приглашается на площадку Спасибо Клюеву Алексею Поздравляем с выступлением Перед началом выполнения упражнения Спортсмен обязательно должен сделать салют Вы сейчас видели, как он это выполнил И занять исходное положение Шашка на плече Далее судья ему скажет Приготовиться и объявит Когда можно будет рубить Еще важным моментом является то, что нельзя двигать ноги во время рубки То есть стопы встают параллельно И ноги у нас не должны двигаться Если спортсмен меняет положение одной ноги И хотя бы То это уже не защитит Сейчас спортсмен будет выполнять укол Пеший Судья объясняет, что колоть нужно той рукой Какой ногой вы шагаете вперед Если правша, то правая рука и правая нога И если левша, то, соответственно, левая В этом упражнении можно будет менять положение ноги Соответственно, спортсмен должен будет шагнуть вперед И попасть в мишень Это было выполнение пешего укола Теперь будет конный укол Судья показывает, что можно занять позицию слева от мишени И нанести такое круговое колющее движение в правую сторону Так, чтобы кончик шашки прошел насквозь бутылки И вышел с другой стороны Есть прокол Аплодисменты спортсмену Сейчас будет так называемая лоза на лапшу На максимальное количество рубах Истребляется лоза до белой метки А потом уже после выступления Все желающие могут подойти Познакомиться лица Погадать руку Так сказать, поблагодарить Девять рубах Девять рубах Шишки на плечо Переходим к следующей мишени Готовность преследования Девять рубах В этом упражнении задача Попасть между метами Это сложно Как вы видели, первым рубом Лоза была отрублена А шапка повисла на остатки лозы Вот это было правильно Правильное выполнение упражнения Оно засчитывается А далее шапка упала Это уже не засчитывается Спортсмен готовится Рубить провешенную бутылку Судьи проверяют темляк Что такое темляк Это специальная веревочка Которая закреплена на рукояти Шашки Она надевается на руку Если мы рубим Обязательно наличие темляка на руке Для чего это нужно? Это спасает в случае Если шашка вдруг вылетит из руки То она не улетит далеко Никого не повредит И Вот еще в бутылке улетим Соответственно темляк Обязательное условие Выполнения любых упражнений По рубке шашки Мы видели сейчас Что спортсмен первым рубом Хорошо горизонтально Прорубил бутылку Вода начала вытекать И он должен был успеть Нарести второй удар Но нанес его Не в ту область Куда было нужно Я так понимаю Перерубил ниточку Сейчас спортсмен будет Выполнять рубку канатом Между меток Это сложно Канат в отличие от лозы Еще и качается На ветру и может качнуться И здесь очень важна меткость Мы видим что скотч задел Рубку в метку Соответственно очков Вы получили после бутылки Салют и шашка в ножке Спасибо спортсмену Игнатий Илья Игнатий Илья приглашается На первую мишень